Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И мы сегодня с вами немножко прокатимся, потому что уже устала я сидеть дома, хотя бы покатаюсь на машине. И сегодня я хочу продолжить с вами тему изменений, глобальных изменений в мире, потому что, судя по реакции на мои видео, на посты людей, которых я уважаю, которые пишут и говорят то же самое, по сути, что и я, что люди, опомнитесь, мир меняется, и не надо ничего сейчас ждать, а нужно учиться и думать о том, как вы будете действовать в парадигме новой реальности, потому что, скорее всего, у ивенчиков не будет сезона, в ресторанах не будет клиентов, а может быть, карантин будет продлеваться еще достаточно длительно. В салоны красоты неизвестно, когда вернутся люди, концертов массовых не будет. Мир активно перестраивается, и даже в тот момент, когда все, я очень сильно надеюсь, образуется, и кое-как начнет возвращаться, оно не будет таким, как прежде. И с чем я сталкиваюсь? Например, пару дней назад я выпустила видео, в котором сказала об изменениях отношений между сотрудником, работодателем, и вообще, что сотрудниками останутся только такие, знаете, базовые люди, как продавцы в магазинах, ну, то есть, какие-то такие очень базовые опции. И тут же столкнулась с негативом, да, где мне что-то начинают доказывать, да вы, да, во-первых, вы знаете, мне, если говорить лично о себе, то я в команду очень серьезно подбираю людей, и на самом деле мне халявщик, кто-то, кого я просто возьму, он типа на меня работает, мне вообще-таки люди не нужны. Но речь сейчас не об этом, речь сейчас о том, что нравится вам или не нравится, о том, что я говорю, но таковы тренды сейчас. И тренды не потому, что это модно, а потому, что вот реальность, она таким образом сейчас изменяется. И повторюсь, что если вы ни в чем сегодня не хороши, на самом деле не представляете из себя ценности, вот не там, где вам повезло пригреться, а по факту в том деле, в котором вы себя называете специалистом, вы не являетесь классным, у вас будут большие проблемы. Что будет происходить еще? Все, уже понятно, все больше процессов будет автоматизироваться. Большие компании, скорее всего, прибегнут к тому, что максимально автоматизируют все. Все, что можно заменить программами, будет заменено программами. Все, что можно заменить роботами, какими-то будут заменено роботами. Естественно. В маленьком бизнесе однозначно половина погибнет компании. Половина воскреснет, половина точно погибнет. Я думаю, что, скорее всего, будут большие проблемы у сегмента, который, знаете, и небольшой, и не маленький. То есть, какой-то средний, да? Ну, например, у большого супермаркета, как вы понимаете, проблем не очень много, да? Ну, как бы, он работает даже сейчас. У какого-то маленького поставщика, который продает своим соседям, тоже, наверное. А вот у средненького, который там работает, например, с кем-то, типа, и не супермаркетом, ну, такими, знаете, обочинами магазинчиками будут однозначно проблемы. Потому что вполне возможно, что такие компании просто, ну, если они вымрут, то станут не особо ликвидными. И таких изменений будет много. И все, о чем я вас хочу попросить, это встречая любую новую информацию, не становиться в штыки, я тоже так люблю делать, и не доказывать, что это неправда, а думать о том, а что, если это правда? Как тогда я буду действовать? То есть, лучше придумать себе 25 вариантов, как вы будете действовать в той или иной ситуации, чем это застанет вас врасплох. Буквально вчера я разговаривала с мамой и спросила, ну, естественно, как дела, и она говорит мне, что, ну, вот, все сейчас ждут, ждут, когда вернется. Она мне сказала, дочь, ну, слушай, ну, было же так плохо вроде всего в мире, неужели все станет еще хуже? Я сказала, мам, да плохо ничего не было, и хуже не станет, станет по-другому. Это то, что вы должны понять, неплохо и нехорошо, по-другому для каждого будет по-разному, в зависимости от того, каким образом вы будете действовать. И самое дурацкое сейчас, что вы можете делать, это бездействовать и надеяться, что все пройдет. Знаете, кому сейчас хуже всего? Тем, у кого есть подушка безопасности. Те, кто считают, что он молодец и может сейчас переждать кризис, просто находясь в подушке безопасности. Особенно, если бизнес не очень ликвидный на будущее. Что происходит? Вы сейчас проедаете деньги, вы сейчас живете нормально, думаете, какое хорошо, я в бункере. Но когда вы бункер откроете, мир будет другим. И если бы сейчас у вас этих денег не было, или было бы сильно меньше, вы бы понимали, что вам нужно срочно сейчас что-то думать и делать, срочно сейчас искать поступление, срочно уже сейчас что-то пробовать, потому что люди пробуют уже сейчас, те, которые понимают, что у них нет никакого жирового запаса. В этом случае отсутствие подушки безопасности срабатывает гораздо лучше. Поэтому, если у вас такая ситуация, не сидите на попе, а действуйте, для вас сильно больше мотивации, чем для кого-то другого. В 2008, когда я зашла вообще в бизнес, знакомиться, что это такое, я столкнулась именно с тем, что шли очень серьезные изменения. Я не знала, что это были изменения рынка, потому что я вообще до этого понятия не имела, какой этот рынок был, он для меня был новым. И поэтому я просто на него зашла и начала действовать так, как посчитала нужным. И в итоге за 2 года стала абсолютным лидером этого рынка. И сейчас происходит то же самое. Просто сейчас, если вы этот рынок знаете, вы должны логически рассуждать и понимать. Мне с ужасом пишут, например, куча ивентеров. Ольга, а что нам делать? Я говорю, ну, вам нужно искать новую парадигму развития. У вас сезона не будет, вы это должны понимать. Сейчас такого сезона не будет. И люди говорят, а что, ну, посоветуйте. Я говорю, ну, давай, приходи на личную консультацию. Человек говорит, ой, не, 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 мне жалко. Вот видите, нам в себя всегда инвестировать жалко. Нам всегда хочется, вот, чтобы кто-то посоветовал. Но знаете, в чем разница между советом и консультацией? Когда я посоветую, человек не будет ни хера делать. Он не воспримет это всерьез. Когда он придет на консультацию, заплатит за это деньги, придет с помощью моих вопросов к ответу, к пониманию того, что он сейчас может сделать, вот тогда ему это даст результат. Но у нас еще не так все хорошо. Мы еще этих вещей совершенно не понимаем. Поэтому еще раз повторюсь, многие наемные сотрудники воспламенились. Мол, как так, что нам деньги платить не будете? Друзья, вопрос сейчас не в том, что я вам их не хочу платить или кто-то вам их не хочет. Вопрос в том, что тренд, вот он меняется. И вы вспомните мои слова, что рынок будет меняться таким образом. Поэтому ваша задача сейчас понимать свою ценность, компетенцию и пробовать искать себя применить. Скорее всего, как я уже говорила, сейчас на работу никого брать не будет. Мало того, огромное количество SEO и классных специалистов, достаточно ценных, отпущены на вольные хлеба, потому что их не за что кормить. Компании стараются себя спасти. Поэтому ситуация вот такая. Еще раз повторяю, что маленькие компании, те компании, которые максимально, я сама руковожу своей компанией, я и есть моя компания, шансов сильно больше. И сейчас вы должны максимально действовать, максимально вступать, максимально. Вот у меня иногда такое складывается впечатление, что есть люди, которые стараются действовать и пробовать, а есть люди, которые стоят на эти и говорят, вот это вы неправильно сказали, вот об этом вы Ольга пожалеете. Вот человек, который просто смотрит видео для того, чтобы не откомментить. Ребята, да мне как бы насрать на самом деле, вот если честно вам сказать, что вы там не откомментите, и как и другим людям, которые что-то делают, в контексте того, что вы с этим не согласны. Да вы можете быть 300 раз не согласны. Но у меня есть моя парадигма, в которой я двигаюсь вперед, и я делюсь с вами своими мыслями, а у вас своя. И судя по тому, что вы не согласны сидите и что-то там пишете, у меня, например, нет времени сидеть и писать с кем-то, что я не согласна. Я послушала, например, и думаю, ага, это да. А это, ну, это как бы нет. И все, и поехали. Если бы наше несогласие и наш протест внутренний помогали бы нам что-то менять, ну, это ничего не меняет. Поэтому вы просто слушаете, либо прислушиваетесь к этому, либо идете своим путем. Но я в который раз убеждаю, что мои мысли правильные, потому что изначально об этом подумала я, затем я стала слышать мнения от разных людей, мнения которых я уважаю, и я понимаю, что тренд именно такой. И скажу вам главное, что это не последний кризис даже в этом году. Я не знаю, когда мы выберемся, когда сейчас что-то переключится, но вы должны понимать, что мы сейчас будем слабыми, мы будем сейчас другими. И поэтому нам нужно искать, каким образом мы будем проявляться. Всегда напоминаю вам и помню сама, что в любые времена есть компании и конкретные люди, которые остаются на плаву, есть те, которые взлетают, и есть те, кто умирают. Причем вне зависимости от их величины, даже большие монстры. Когда вы маленький, вы можете себе позволить действовать, действовать и действовать. Поверьте мне, что на данный момент все топы крупных корпораций озабочены, озабочены буквально что делать. Кстати, мы решили с Сергеем, что мы, у нас есть инсайт бизнес-кул, такой проект закрытый, где у нас предприниматели делятся своим опытом, конкретным и реальным. И мы решили, что, если я не ошибаюсь, в эту среду мы это будем делать. Ну, мы решили открывать сейчас новые встречи, которые мы проводим в закрытом формате. Мы будем открывать вам доступ, мы записываем это на видео, чтобы вы видели, что сегодня конкретно вот в этой ситуации, какие предпринимают меры, и что думают люди, которые владеют достаточно крупными бизнесами. Поэтому на этой неделе должно появиться первое видео. У нас в среду будет запись этого видео, и мы его максимально быстро постараемся выложить. Поэтому, а возможно, мы, кстати, сделаем прямой эфир. Я не знаю, посмотрим, как это будет происходить, еще не решили. Поэтому максимально старайтесь слушать сейчас больших. Не на кухне соседов, а слушать больших, чтобы понимать тренды, чтобы понимать, куда двигается сейчас мир. Еще такие вот нюансы, о которых все говорят, это скорость принятия решений. Скорость принятия решений имеет значение всегда, сейчас особенно. То, насколько вы будете мобильны, то, насколько вы будете оперативны, очень много скажет впоследствии. То есть будет зависеть то, какое место вы займете. Сейчас очень неопределенная ситуация. Мало кто понимает, что делать. Но то, что нужно действовать, а не пережидать, это факт. И то, что если вы сейчас пережидаете, но у вас нет четкого плана, что вы пережидаете, и вы не рассматриваете варианты даже в парадигме того, если будет так, как я буду, а если будет так, как я буду, то если будет так, а надеетесь, что само как-нибудь все по себе рассосется, то это не тот случай. Поэтому не обижайтесь, не оскорбляйтесь, не считайте, что мне есть дело до того, чтобы вас достать и быть самой умной. Нифига, ребят. Единственное, что я делаю со своей стороны, для того, чтобы каким-то образом вам помочь, это делюсь своими мыслями, которые спасибо вы слушаете, и я очень надеюсь, и судя по фидбэку, вам это помогает. Это супер-пупер-мега круто. Поэтому welcome. Напоминаю, что я жду вас всегда у себя на странице в инстаграме, Ермилова Ольга, потому что там я сейчас провожу прямые эфиры, очень часто, потому что времени стало для этого больше, никуда вечер мне не уезжаю. Сейчас запускается абсолютно уникальный проект, который называется Рерайтер жизни. Я вам очень сильно рекомендую с ним ознакомиться, потому что это то, что вам сейчас однозначно нужно. Ну и вообще поддерживайте хорошее настроение, но будьте реалистами в том, что нужно действовать. А вот то, что вы способны себе намечтать, вы однозначно способны и воплотить. По крайней мере, я в вас верю, потому что другие люди смотрят другие каналы, другие шоу, и пишут там все, что думают. Все, люблю, целую, жду ваши мысли, как всегда, подбрасывайте темы, которые вас волнуют, и до скорой встречи, я надеюсь, что до завтра.